Всем привет, друзья! Сегодня обсудим вопиющие, скажем так, события, произошедшие вчера на веб-арене в стадионе ЦСКА. Сразу же после матча ЦСКА из «Зенита» с нами сегодня Иван. Очевидец и пострадавший, скажем так, в тех событиях, и Андрей Молосолов, эксперт по фанатской теме, широко известный в узких и широких кругах, бывший пресс-таше Российского футбольного союза и известный болельщик ЦСКА. Всем привет! Всем привет! Да, здравствуйте, Артем! Здравствуйте, Андрей! Вань, ну для начала расскажи, как ты это видел? Мы вчера ночью читали все слова главы премьер-лиги новоизбранного, читали заявление ЦСКА, читали довольно странное заявление замгендиректора по безопасности ЦСКА, да? Как это видели болельщики, как ты видел их частности? Да, на самом деле ничего не предвещало беды, скажем так. Там, соответственно, не дождавшись гола, как я понял, на 80-м минуте решили сжечь все, что принесли болельщики, соответственно, которые более активны, скажем так. И после матча в целом бывает такое, что задерживать не сразу выпускают с трибун. Соответственно, был кордон стюардов, была полиция. Ну, не придал этому значения, потому что так бывает, еще раз повторюсь, большой матч, много болельщиков пришло. Опять же, относительно, вот, стало понятно, что что-то не так, когда выпустили гостей. То есть это нонсенс. Я такое не припомню, что такое было где-то, кроме, наверное, чемпионского матча «Зенита» в Питере. Когда гостей выпускают раньше, чем свои. Да, когда гостей выпускают, да, когда мы ездили в Питер, там, когда «Зенит» отмечал чемпионство, нас отпустили раньше. Но вообще это такого не бывает никогда. И когда мы увидели, что «Зенитовцы», скажем так, те, кто покидают стадион, стало странно. Это было уже тоже, наверное, минут 40 прошло. И вот прошел час, прошло полтора, прошло. И так время капало и капало. И вот где-то, наверное, по истечении еще одного футбольного матча, скажем так, который мы осмотрели на трибунах, пошли слухи о том, что всех пакуют, скажем так. То есть, ну, забирают в автозаке и везут в отделение полиции. Вот, и в этот момент, соответственно, как-то уже от входа мы начали отходить подальше, потому что мне очень хотелось ехать в отделение и проводить там всю ночь. Но были те люди, которые почему-то отнеслись к этому даже с каким-то ажиотажем и, собственно, продолжили выходить с сектора. Вот. Так, вкратце. Ну, и для меня история... Твоя, твоя, как бы, судьба, скажем так, ты вышел с три года, что было дальше? Что было дальше? Какая программа? Да, моя судьба сложилась гораздо лучше, чем у многих, я думаю, ребят, которые были со мной на секторе, потому что мы просто там сказали, поговорили, в общем, с офицером, и нас вдвоем с моим отцом отпустили, потому что у меня как бы диабет, и уже там пребывание на секторе... Соответственно, мы там два с половиной часа практически пробовали, уже было опасно, так скажем, для здоровья, поэтому мы вот так... То есть, в принципе, полиция готова была слушать, да? Да, да, ну, где-то уже, наверное, читали, слышали, что в целом сотрудники полиции сказали, что, в общем, они довольно-таки были вежливы и порядочно, ну, наверное, так можно сказать, хотя, опять же, там мы стакан кому-то предлагали пописать и так далее, то есть все зависит, наверное, от каждого отдельного человека, нам там, да, попался, видимо, какой-то сердобольный офицер, или не офицер, не знаю, в общем, нас сотрудник отпустил. Слушай, но скажи, пожалуйста, вот насчет стакана, ну, там, где был ты, на том секторе, где был ты, отпускали в туалет? Полтора часа все-таки вы ждали? Нет, никого не отпускали, ни девушек, ни... Все на трибуне, все сидят на трибуне. Все сидели на трибуне, причем это, на мой взгляд, очень глупо, потому что ведь, если там были на стадионе армейском, то там видно, что там загон, так называемый, да, там заборчик, он стоит еще и в подтрибунном помещении, то есть выпустить людей в подтрибунное помещение, где есть доступ к туалету, горячей воде, соответственно, буфету, там хоть что-то можно сделать, не являлась проблемой. Это произошло в 12 часов сообщений ребят, которые еще оставались, их выпустили по трибуне помещения и там продолжили держать. То есть это можно было сделать сразу, чтобы у людей хотя бы был доступ к, опять же, нужным самым. Андрей, твоя реакция на это, что ты думаешь? И, ну, понятно, что сейчас, сейчас-таки два полярных мнения я читаю, вот, ну, кто пишет о чем, да? Одни говорят, что, и я уже читаю слова некоторых депутатов, так и надо, без фанайди нам теперь точно никак, посмотреть, что творят эти фанаты, беспредел и так далее. Другие, наоборот, типа, будь фанайди, не будь фанайди, был бы фанайди, точно так же держали бы людей. То есть эта ситуация на закон и на внедрение фанайди, от которого, скорее всего, нам уже никуда не уйти, не влияет никак и точно не является подтверждающим необходимость этого фанайди-фактора. Как ты считаешь? В этой истории пока что достаточно много вопросов и до сих пор, кстати, не освобождены еще порядка 50 человек. Насколько вот я знаю, последние новости. То есть в порции, где они-то, да, в полиции находятся? Да, и, в общем-то, даже звучат слова о том, что будут инициироваться возбуждения уголовных дел. Я, правда, не знаю, по какой статье, но был бы человек, статья найдется. У меня вызывают некоторые вопросы, например, ситуация, связанная с отключением камер видеонаблюдения. С опланированной хакерской атакой. Да. Кто знаком с этой историей, вот с видеонаблюдением, а я знаком, поскольку я профессионально этим занимался в Российском футбольном союзе, то знают, что это очень высоко тестированные средства наблюдения, очень большого качества и, к тому же, имеющие локальную свою систему снабжения, электропитания и так далее и тому подобное. То есть это очень локализованная тема, и я не представляю, как ее можно отключить, атакой хакеров, с учетом того, что наши стадионы сейчас, да, я не буду преувеличивать и преуменьшать, но скажу, наверное, одни из лучших по части безопасности, если не в мире, то точно в Европе. В том числе я неоднократно, еще до того, как они на Чемпионате мира тестировались, там еще более совершенные системы, я их лично наблюдал во времена лицензирования стадионов, в том числе, уже тогда они были на высоком уровне, вот родинку у тебя рассмотрели бы с огромного расстояния на плече, да, и определили бы, да, какого она размера. Вот, ну, это, как я, конечно, немножко так с юмором к этому отношусь, но на самом деле вопросы все равно есть. Ну, прежде всего, конечно, самый главный вопрос и возмутительный вопрос, почему 1300 человек задержали и держали на холоде в не самое лучшее время года, а затем 400 человек из них, у кого смогли, да, сколько мест хватило в отделении, вот 400 человек увезли туда, да, а 1300 держали, то есть в положении, как будто бы это была какая-то контртеррористическая операция, вот, а вдумайтесь, что стало причиной этого всего. Ну, вот, Артем, вдумайся, причиной всего стало фаер-шоу, то есть фаеры. Не какая-то грандиозная, не дай бог, драка, побоище, там, не акт массового каннибализма, не несанкционированные выступления, я не знаю, там, уличные, да, там, каких-то людей диких. Хотя, прошу заметить, совсем недавно у посольства Таджикистана тысяча человек протестовали против каких-то там событий, которые происходят на далеком помире, да, и это как бы, ну, к этому как бы нормально все отнеслись, что тысяча человек вот так вот несанкционированных может выйти в центре Москвы в двух километрах от Кремля, вот. Безусловно, значит, сами методы эти, они тоже возмутительны, потому что среди тех, кто стоял на трибуне, вот, коллега не даст соврать, было множество вот тех самых женщин и детей, за которые пекутся сторонники фан-айди, не зная о том, что они... Чтобы они побольше хотели, да-да-да. Да, не зная при этом, что и женщины, и дети не испытывают никаких проблем на российских студенках уже давно. Я могу привести и себя, к примеру, у меня двое детей пяти и трех лет, и я с ними, в общем-то, спокойно хожу на стадион и не подвергается никакой опасности. Да и вообще, вот вся вот эта ситуация предфан-айдишная, да, назовем ее так, она абсурдна до невозможности, ну, вообще сам по себе закон, который сейчас рассматривается, он абсурден в условиях, когда последние десять лет на наших стадионах не происходит, ни никаких серьезных, в общем, правонарушений, да, ни драк массы, ни даже одиночных. Безопасность на наших стадионах, благодаря многим факторам, в том числе и качественной работе РПЛ, и консенсуса болельщиков со своими клубами, наконец-то, которые давно уже достигнут, и многие клубы и болельщики, это как семья там, да, одна, вот, система видеонаблюдения, стюарды, там, правоохранительные органы, которые, в общем-то, достаточно не назойливо, но эффективно исполняют свои функции. А, кстати, вот коллега наверняка подтвердит, что вчера еще до начала матча было какое-то аномальное количество ОМОНа, ведь правда же, да, они стояли в подтрибунных помещениях, чего не было давно вообще, я не знаю, даже не помню, когда в последний раз ОМОНовцы стояли в подтрибунных помещениях, то есть к чему-то это все готовилось каким-то образом, да, и вот такая реакция, да, достаточно жесткая и, на мой взгляд, неоправданная, она, в общем-то, и вот привела вот к тому, что мы обсуждаем, но сам по себе, коллеги, сам по себе абсурд, что мы всей страной с самого поздней ночи и до сегодняшней минуты, мы обсуждаем, что фанаты совершили невиданное, наглое, чудовищное преступление, а именно зажгли фанера, представляете, вот все это обсуждают, при этом взгляните сейчас на любой матч чемпионата Голландии, Италии, там, Австрии, Швейцарии, я просто так помониторил ради интереса, да, Польша, Сербия, Венгрия, вот в эти выходные проходили матчи, туры, так сказать, в лигах, да, различных, там везде было фаер-шоу, часто одиночные или массовые, так сказать, зажигания фаер-оу, да, там, пиротехнические какие-то особенности, ну, не говоря уж там о визуальной поддержке, то есть то, что является неотъемлемой частью, скажем, культуры болельщиков и то, что надо было бы нормально легализовать с разрешениями, с ограничениями по количеству, но это надо было нормально легализовать, у нас это выдается за какое-то безумство, бесчинство и за какой-то экстремизм, но как вы считаете, это нормально, мы живем в 21 веке, нет? Я добавлю от себя только то, что ты сказал по поводу детей, я со своими вчера как раз-таки пошел гулять поздно вечером, вот ровно когда матч начался, там, восемь с чем-то, вернулся домой как раз к концу игры, я просто окалел за два часа, а болельщики, которые минимум за час пришли на стадион, просидели два часа футбола и два часа еще после футбола. Я, честно говоря, не очень представляю, как они вообще там не окчинились и как еще выжили. Да я скажу больше, я, почувствовав небольшое недомогание, решил как раз на футбол не ходить, я смотрел его в том самом спасении, да, от фанайди в баре, у себя в районе, так сказать, да, ну, потому что было очень холодно, реально очень холодно, и даже там утепленные люди наверняка вчера очень сильно, так сказать, там пострадали, да, но реально было очень холодно. У меня вопрос такой, Вай, скажи, пожалуйста, вот насколько ты удовлетворен остался тем, что мы на сегодняшнюю секунду имеем от клуба, да, вот это заявление, во-первых, слова Ивана Уланова, которые вчера были расцитированы широко, и, во-вторых, заявление официальное от клуба, которое последовало, а также тем, что вот сейчас утра никто ничего не сказал пока это первое, да, как ты относишь, ну, скажем так, изменился твое отношение к футбольному клубу ЦСКА за эту ночь, да, потому что я видел вчера видео, где человек, который, по-моему, по-моему, его забрали, быстренько переписали, он приехал домой и просто порезал абонемент. Артем, я хотел добавить еще по поводу детей, может быть, таким образом хотят как бы заставить людей ходить с детьми на стадионы, потому что дети как раз был единственным практически вариантом выйти с трибуны вчера, потому что если у тебя есть несовершеннолетний ребенок, причем несовершеннолетний в полиции понимается не так, как все именами, несовершеннолетний – тот, который выглядит маленьким. И, соответственно, если он у тебя есть, тебя выпускали с трибуны. Может быть, так хотят какой-то детский сектор организовать новый. Дело в том, что сейчас на современных российских стадионах прекрасно функционируют семейные сектора. Они детские, они называются, они называются семейные. Вот детский или семейный сектор на стадионе ЦСКА находится справа от фанатской трибуны. И очень прекрасно там все ходят с детьми и на фанатскую трибуну, и на этот семейный сектор, и никто никогда еще за это время не был никем обижен, оскорблен и унижен. Да, да, сектор, конечно, есть. Ваен, так что по поводу клуба? По поводу клуба, честно говоря, очень сильно я расстроен. Каких-то громких слов, может, не хочется говорить, но я там как владелец абонемента, отец у меня тоже владелец абонемента, там не первый сезон ходим, ну, про отца я вообще не говорю, там он с самых начала еще болеет за клуб, и, ну, не знаю, предательство, конечно, громкое слово, но мне, конечно, как болельщику хотелось, чтобы извне, то есть мы оказались за вот этим кордоном полиции, мы ничего не можем сделать. Понятно, что там полиция не будет особо слушать никого, там пытаться о чем договориться, чтобы человек от клуба пришел, вот договорился о том, что произошло в ноль часов, да, что вывели людей хотя бы, чтобы они в туалет зашли, чтобы организовать в конце концов там на матче в программке, вернее, в превью про какие-то бесплатные горячие напитки говорили, но они перед матчем были, но важнее-то они как раз в итоге оказались после матча, то есть чтобы какой-то человек, я не знаю, неважно кто, кто угодно, пришел и построил диалог как бы с позиции защиты своих болельщиков. Мы остались одни сами с собой, как бы в неведении в полном, да, какими-то слухами, какими-то видео из телеграм, твиттер-каналов, пытались понять, что вообще нас ждет там, ну, как-то мне не хватило защиты моего клуба там, хотя кажется, что болельщики – это главный актив команды, но мне так всегда казалось, по крайней мере. Андрей, ты сказал о том, что вопросов много по-прежнему, у тебя больше всего вопросов к кому возникает? РПЛ, полиция, ЦСКА, какие-то болельщики, какие-то более высокостоящие структуры? По большому счету ко всем участникам этой драматичной истории, вот, что касается вот поведения клуба, тут, конечно, с одной стороны, я очень расстроен тем, что болельщикам действительно не предоставили реальную защиту, а с другой стороны, я, например, знаю, что в преддверии принятия фана Айди с клубами тоже проводятся достаточно серьезные, что называется, воспитательные беседы, и здесь им тоже в какой-то степени не позавидуешь. С другой стороны, я вижу, например, сейчас МВД заявляет, и это очень тревожно для клуба, что стадион ЦСКА не соответствовал регламентам проведения соревнований, имея в виду, очевидно, вот эту ситуацию с видеонаблюдением. Это может грозить серьезными последствиями, вплоть до отзыва лицензии или там какого-то штрафа в виде непроведения матчей с болельщиками, да, на протяжении определенного какого-то периода времени. А у меня есть вопросы к РПЛ. Я думаю, вот очень сильно и много критиковали в свое время Сергея Геннадьевича Пряткина. Где-то по делу, где-то не по делу, вот. А тем не менее, если происходили, во-первых, при нем не происходили такие массовые задержания. Не было такого, чтобы вот всю трибуну вот так вот раз и задержали. Такого не было. Была непростая, вызывающая иногда вопрос, работа по шлифовке всей вот этой системы, да, системы безопасности. Она шла последовательно многие-многие годы. Когда только там приходили, там были стадионы с деревянными скамейками, сейчас у нас суперсовременные стадионы практически все. Ну, может быть, за исключением там Уфы и еще там каких-то стадионов. И Тулы. Ну, Тулы, одну Тулу зато имеет очень много своих особенностей, да, это такой ламповый такой артефакт определенной эпохи. Но в целом, да, в целом, мне кажется, что и президент РПЛ и президент Российского футбольного союза должны были даже не просто как-то отреагировать, они должны были приехать туда. Потому что это событие, ну, которое вызвало огромный ажиотаж уже даже ночью. Мы же не говорим сейчас, да, вот я, например, практически весь день отвечаю на вопросы средств массовой информации, на вопросы болельщиков. Это вот длится и длится. У меня уже сел один раз телефон, сейчас он заряжается, например, вот, и, ну, это же совершенно очевидно, что болельщики – это главный актив российской премьер-лиги, это главный актив Российского футбольного союза. Мы уже допустили, что на матчах национальной сборной России по футболу у нас практически нет, не то чтобы активной поддержки, вообще никакой поддержки нет. И последняя попытка умерла на матче Россия-Кипр, да, вы помните, чем она завершилась. Но причем эта ситуация выпьет на фоне всех остальных национальных сборных, у которых потрясающая поддержка и нормальные отношения между федерацией и болельщиками. И самый яркий пример для нас всех – это матч в Хорватии. Вы видели, да, как трибуны на заливаемом, там, насквозь промокшем стадионе, там, ни один человек не ушел со стадиона, да, и поддерживал свою команду, начиная от центральных секторов, заканчивая так называемым фанатским ядром. Там все было фанатское ядро, по сути дела, да. Вот. Если подобная ситуация, когда вместо активных болельщиков, да и вместо других болельщиков тоже, мы отдельно поговорим, наверное, по фанайде, я выскажу свое мнение. Если мы получим ситуацию равную, равные ситуации на матчах в сборной России, это будет кошмар. И первыми, кто пойдет, так сказать, там, соберется массово и пойдет в какие-то важные кабинеты лоббировать отмену этого закона, будут футбольные клубы, потому что они лишатся, ну, значительной части аудитории. Объясню, почему, кстати, они могут лишиться ее. Вот, например, закон о фанайде, конечно, дублирует уже много того, что есть. В частности, ведь существует же, не знаю, там, знают нынешние депутаты или не знают, что существует ими же принятый закон о болельщиках, где прописаны в том числе законодательно все меры по ограничению там посещения болельщиками стадионов в том случае, если они нарушили административный кодекс или уголовный кодекс или там регламенты соревнований, да, по решению суда эти люди там получают бан на какое-то время. Ну, то, что мы уже имеем на данный момент, да. Да, и, соответственно, не могут прийти на стадион, потому что система видеонаблюдения настолько эффективна, что она быстро распознает человека, который забанен, и у него появляются еще более серьезные проблемы уголовного характера. Это давно действует. Потом, значит, принимать закон о фан-айди на фоне того, что российские стадионы последние 10 лет, я не преувеличиваю, 10 лет стали значительно более безопасными, чем, скажем, общественный транспорт или там улицы наших городов, да, хотя у нас тоже достаточно во многом безопасно, но мы видели последние события, которые немножко сколыхнули эту тему. На стадион реально люди ходят как в театр, на стадионе нету около футбола, на стадионе даже на матч-дерби идешь как в театр, в шарфе тебя никто не трогает, ни полиция, ни болельщики Спартака, ни болельщики ЦСКА, все идут на стадион спокойно, зная, что может прилететь за любое правонарушение, зная об этом, понимаете. И вот на этом фоне принимается закон о фан-айди, который, во-первых, да, там персонифицирует и без того персонифицированных болельщиков, потому что они покупают персонифицированные абонементы сейчас, на данный момент, все абонементы прописаны, они все выдаются по паспортам. Вы что еще хотите там персонифицировать? Но самое главное, что наиболее возмутительно, футбол выделяется из некой вот этой общественной модели публичной оферты, да, публичная оферта – это вот когда вы билет покупаете, да, на футбол, на баскетбол, на ярмарку, в кино, в музей и так далее и тому подобное. Так вот, футбол от них, от всех отдаляется, выделяется в отдельное целое, и чтобы попасть на него, на футбольный матч, нужно доказать, что ты чист во всех смыслах, благонадежен, гладко выбрит, с утра помыл шею и так далее и тому подобное. У вас вот все, кто является сторонниками фанайди, они вообще задумываются именно вот над этим ключевым моментом. Вопрос такой, Вань, для начала тебе. Спросил тебя, да, поменялось ли твои отношения там клубу, не клубу, какие выводы, вот, ты для себя сделал, ну, то есть, каждый жизненный опыт, но с чему ты должен, да, научить. Вот та неприятная ситуация, которая с тобой вчера, может быть, произошла там, да, так, коснулась тебя частично, по касательной, да, учитывая, что тебя все-таки с отцом своего бога отпустили. Тем не менее, да, чему она тебя научила, ну, что ты для себя вот после нее отложил в голове, какой вывод сделал из нее? Ну, у меня вывод один, на самом деле. Мне кажется, что вот просто эту группу болельщиков, которые пришли поддержать свою родную команду в матче с принципиальным соперником в важном матче, просто, как бы, эта группа стала разменной монетой в вот этой вот введении фанайди, потому что мы видим, что происходит сегодня, что люди, которые далеки от футбола, не понимают, что происходит на трибунах, не знают, кто туда ходит, они делают вывод, что без фанайди мы не обойдемся. И очевидно, что все к этому идет, болельщиков на трибунах станет меньше, классных болельщиков, которые там посвятили всю свою жизнь, ну, не всю, большую часть своей жизни посвящают разным клубам, необязательным свисткатам. У нас много классных болельщиков, их станет меньше на трибунах, это печально, что сказать. В России в футболе не так много яркого, осталось игроков уже нет, были, ну, пока есть еще болельщики, скоро их не станет. Вот, мне кажется, так. История очень неприятная, и я здесь с коллегой согласен, что болельщиков сделают обязательно в этом смысле разменные монеты в принятии вот этих решений. И мы, собственно говоря, слышим, уже выступили Валуев, уже выступила Журова, уже выступил Терюшков, которые, вот, значит, по-моему, вообще они никогда не ходили на футбольный матч. Они даже, наверное, мне кажется... Тем более по билету на простую трибуну. Тем более по билету на простую трибуну. Вообще, я не знаю ни одного сторонника фан-айди, который бы ходил на стадион и говорил, введите фан-айди, я немедленно вот пойду, и тут же приду с ребенком, там, с теленком, с кошечкой, с собачкой, со всеми. На самом деле, очевидно, что, так сказать, происходит очень неприятная история, которая в итоге приведет к тому, что абсолютно не политизирован, а политичная масса болельщиков, она большая, она очень большая, которая не ходит на митинги оппозиции, которая имеет там свое воззрение. Многие, много патриотов своей страны, да, и вот эту, вот эту вот, вот эта значительная часть, пласт молодежи и коренных болельщиков, его отодвигают туда, вот идите туда, в оппозицию. Вот у меня возникает ощущение, что происходит какая-то очень странная работа, при том, что, в общем-то, в последние годы мы видим значительные меры по укреплению государства. Но мне кажется, что фанаты становятся некими подозреваемыми в каких-то процессах, да, которые и прописаны в законе, да, что, в частности, там есть такая строчка, что человек может быть лишен фанайди на основании того, что он замысливает какое-либо правонарушение, только замысливает. Что я могу сказать? Во-первых, вот эта вся ситуация приведет к тому, что болельщиков может быть значительно меньше, это факт, но еще хуже моральный аспект вот этих инцидентов. Как правильно сказал коллега, это про своего отца, он там ходит всю свою жизнь, да. Вот для многих из нас стадион – это не просто дом, это вообще наша жизнь. И если кого-то вдруг, значит, от этой жизни отключат, то может произойти немало настоящих трагедий в жизни их людей. Стадион – это вот мы передаем все это из поколения в поколение. Мне от деда пришло, хоть он и болел за торпеда, но сама страсть именно к футболу. Сейчас мои дети маленькие, которые еще ходят в детский сад, они уже знают, что такое ЦСКА, они говорят, мы вместе, мы ЦСКА. Они знают, какой матч будет сегодня идти, что папе в этот момент лучше не мешать или наоборот сесть вместе смотреть. То есть вот этот пласт культуры и нашей жизни может получить очень много вот этих вот житейских жизненных пробоев, о которых разработчики вот этих документов и те, кто делает подобные действия, по-моему, мне кажется, вообще даже не догадываются. Мы с вами, не знаю, можем что-то сделать. Будем следить за развитием событий, во-первых. Во-вторых, конечно же, стремиться, стараться донести до тех, кто не совсем понимает, что такое поход на футбол, что же это такое. И в первую очередь я, конечно, хочу пожелать всем болельщикам ЦСКА, которые вчера пострадали, как можно скорее оказаться дома, с как можно меньшими последствиями и, дай бог, безусловно здоровья. Спасибо огромное. Ваня, Андрей, спасибо большое за беседу. И до новых встреч. Спасибо вам. Спасибо вам. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!